1983 года. Тогда воздушные границы СССР нарушил южнокорейский лайнер Боинг 747, который был идентифицирован боевыми расчетами противовоздушной обороны, как американский стратегический разведчик РС-135. СССР, 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 СССР. СССР сразу заявили, что это был рейсовый пассажирский лайнер, отклонившийся от маршрута Анкорич-Сеул. Более пяти часов он находился в воздушном пространстве СССР. И все это время его вновь устойчиво вели боевые расчеты станции РТВ. Оператор РЛСП-14, сержант Дедюк, первым обнаружил нарушителя на максимальной дальности и был награжден медалью за боевые заслуги. Но другим участникам событий, отвечавшим за применение силы, повезло меньше. Три офицера были сняты с должностей. Многие крупные военачальники получили строгие взыскания. Подобные ситуации на Западе имели иные последствия. Через пять лет, 3 июля 1988 года, в небе над Персидским заливом, в территориальных водах Ирана, американцы сбили его пассажирский самолет А-300, который летел в Дубай. Ракета, выпущенная с крейсера «Винсенс», унесла жизни 290 человек, включая женщин и детей. В 1996-м, по решениям международного суда, США выплатили Ирану компенсацию за погибших граждан в размере 62 миллионов долларов. Тем не менее, американское правительство заявило, что гражданский самолет по ошибке был идентифицирован как истребитель F-14 иранских ВВС. И экипаж крейсера полностью оправдали. 28 мая 1987 года немецкий гражданин Матиас Руст приземлился на легкомоторном самолете «Цесна» в центре Москвы. После этого инцидента выяснилось, что радиотехнические войска оказались неспособными устойчиво провести цель на предельно малой высоте полета в глубине страны. В этот момент экраны станций забивались интенсивными отражениями от местных предметов и метеообразованием. Его обнаружили за границей и вели беспровольно до тех пор, пока он не спекировал на озере Ельмень, изображая, что это стая птиц садится на озеро. Вот там была некоторая путаница. Самолет Руста видели истребители-перехватчики и вертолеты. Но органы управления дежурными силами ПО не решились дать команду на уничтожение нарушителей. Согласно инструкциям, введенным после случая с корейским самолетом, применять оружие по транспортным и спортивным самолетам запрещалось. Глава страны Михаил Горбачев принял беспрецедентно жесткие меры. Был снят министр обороны Соколов, был снят главком войск противовоздушной обороны Колдунов. Значит, репрессировано и снято, уволено, некоторые офицеры и генералы были отданы под суд, около 300 генералов и офицеров. То есть по вооруженным силам был нанесен жесточайший удар. Новым начальником радиотехнических войск ПВО был назначен Григорий Дубров. В январе 1988 года с помощью единомышленников ему удалось добиться принятия постановления правительства о создании единой автоматизированной радиолокационной системы страны. Ее поле должно было формироваться не только силами и средствами противовоздушной обороны, но и всех других ведомств. Выработали предложение правительству и министерству обороны объединение всех усилий всех ведомств военных, то есть видов вооруженных сил, родов войск, гражданской авиации, которые имеют силы и средства ведения радиолокационной разведки воздушного пространства. Более 30 заинтересованных министерств и ведомств участвовали в научно-исследовательской работе под шифром Декларации. По ее итогам, военно-промышленная комиссия приняла решение сформировать опытный фрагмент единой системы на северо-западе страны. Это стратегическое направление было выбрано не случайно. Именно через Северный полюс пролегали кратчайшие маршруты полетов носителей ядерных боезарядов НАТО к территории Советского Союза. По мнению военного руководства Соединенных Штатов Америки, применение ракета...